всем привет с вами кекс и сегодня я покажу как сделать очень просто вот такой вот украшенный в стиле борцовском тортик для начала нам нужно как всегда его выровнять картошкой и подровнять шоколадным ганашем как это делать я уже несколько раз показывал поэтому не буду на этом останавливаться и вот собственно наш тортик уже у меня выровненный кто кстати не видел посмотрите в предыдущих видео я все подробно рассказывал что просто не зацикливаться тортик мне нужно покрыть мастикой я может тоже не показывала как это делать но очень много приходит вопросов по поводу квадратных тортов потому что я показывала как покрывать на круглом тортике хотя разницы я особо не вижу чем покрыть квадратный торт хоть круглый хоть единичку без разницы абсолютно сейчас у нас лето очень жарко одна улица плюс 30 квартире у меня приблизительно также поэтому тортик когда я достаю из холодильника он очень быстро начинает покрываться таким легким конденсатом в этом плюс то что я не увлажняю сейчас шоколадное покрытие водой для того чтобы мастика к нему пристала она пристает и так не у потому что она уже увлажненная но с другой стороны нужно работать очень быстро потому что этот конденсат вскоре когда мастика сверху на тортике остынет он начнет выступать уже сверху мастики и допустим утюжок начнет приклеиваться как бы поэтому нужно быстро быстро пока еще мастика сверху не стала липкой работать надо быстро вот девочки меня обращали с этим вопросом может мастика какая-то неправильно может что-то не так почему это она становится мокрая девочки ну вы же когда достаете бутылку холодной воды из холодильника она же у вас тоже становится мокрая даже не значит что у вас бутылка неправильно или одно содержимого что-то поменялось конечно же нет собственно я подровняла свой тортик и сейчас по бокам утюжком придавливая прохожусь чтобы прижать мастику подложки и обрезаю вокруг но не под самый стык с тортиком а чуть дальше миллиметра 3 точно отступая потому что мастика еще чуть-чуть подпрыгивать некоторых местах поэтому не срезайте сразу под ноль а то вас останутся дырки удобнее всего я уже не знаю говорила я наверно миллион раз удобнее всего пользоваться ножом для пиццы не пожалеете потратьте там 20 30 гривен купите этот ножик для пиццы он просто незаменим в кондитерском деле и теперь уже когда все у меня подпрыгнула там где надо и там где не надо осталось я это подрезаю эти кусочки которые у меня остались не нужны ну в общем кстати тортик я сверху там чересчур усиленно не выравнил потому что у меня практически полностью будет там закрыт поэтому я по поводу верхушки сильно не заморачивалась для начала раскатала ленточку длинную такую это у меня будет на кимоно я не знаю по краю кимоно а везде обходит такая ленточка как бы со швами просто как застроченная я не знаю как это правильно называется для этого я буду использовать вот этот вот ножик пластиковый когда-то покупала он очень дешевый был он там идет с тремя видами колесиков можно оставлять зигзагообразные такие швы можно оставлять как обычные швы и можно разрезать но разрезать там не удобно там не очень острый это пластиковый резачок как бы мне не нравится но вот именно для шум я этот ножик использую регулярно он отлично подходит если я делаю тапочки кроссовочки там все шовчики вот эти поделать ну то есть классно получается кто-то из девочек говорил что пробовали в тканях покупали специальные такое колесико тоже она там идет дырочки делает постоянно это типа тоже намечает там что-то и если у вас есть такое то можете его хорошенько помыть и использовать его вот я прошла сделала там четыре полосочки на нем теперь могу отложить и сейчас буду цеплять это уже на свой тортик для начала я ничего увлажнять не буду просто намерю а там где у меня не выступит конденсат чтобы самому приклеиться к тортику я там где нужно себе подклеить мастика еще свежая вы видите очень мягкая поэтому для того чтобы придать ей более стойкости мне нужно будет ее подпереть вы видите она вот сразу ложится бортиком не хочет лежать если вы взяли мастику которая допустим уже сутки полежала в холодильнике размяли ее она бы уже как бы держала форму получше но я воспользовалась мастикой которая у меня осталась после обтяжки поэтому я сейчас подопру и уже когда поставлю в холодильник она у меня после этого начнет стоять я взяла обычные салфетки и теперь этой салфеточкой я подопру там где мне нужно чтобы мастика моя не падала но по-моему очень сильно так становится стоять мой воротничок надо будет наверное чуть-чуть поменять ладно пускай так чуть-чуть постоит теперь я вижу что у меня внизу еще не сильно пристает мало влаги выделяет покамись тортик поэтому наверное я приклею на водичку свою свою полосочку не знаю как это правильно сказать поэтому сейчас я ее поправлю вы видите я хочу чтобы она у меня вот так вот ну полу полу лежачем состоянии было поэтому для меня огромного того рулончика многовато вышла салфетки поэтому я отрываю кусочек и просто маленькими кусочками подкладываю там где мне нужно этот способ очень хорош везде где у вас есть там бантики всякие вас всегда выручит вариант салфеткой и и потом очень удобно и легко достать она не пристает к мастике если она у вас не было мокрая и работать неудобно я не всегда есть любом доме вот сейчас водичкой чуть-чуть увлажню где у меня не пристало и приклею к низу тортика свою полосочку они там бывают разные с бирочками без мне заказчица сказала сделать без бирочки кстати вот я процессе пока подтягивала мастику чуть-чуть у меня растянулись мои швы я решила по верху немножко еще пройтись там где сам воротник уже трогать ничего не буду там у меня все хорошо только здесь чуть-чуть подправила этого можно и не делать дальше я раскатала вот такую одну белую полосочку и у меня сверху на воротнике будет медаль желто-синим флагом поэтому я еще раскатала две тоненькие полосочки синюю и желтую по поводу их ровности не заморачивалась обрезала вы видели только ножом по одной стороне чтобы одна сторона стыка между ленточками было уже ровно а вторую сторону я уже обрежу когда все у меня приклеится к моей белой основе и просто теперь друг дружки их приклеиваю здесь можно их чуть-чуть потом будет и раскатать если вам нужно тоньше она теперь уже хорошо держится белой мастики вы видите я прохожусь просто чтобы она сейчас пристала у меня но можно раскатать и сделать длиннее шире неважно теперь она у вас хорошо держится все сейчас обрежу и сделаю чтобы она у меня все ровненько и получалось уже так как я это вижу уже на месте потому что если бы мы там обрезали ровненько и начали клеить на белое все равно где-то она деформируется и все равно нужно будет потом срезать поэтому лучше удобнее делать так с остатков желтого цвета я хочу сделать медальку медальку я делала здесь не очень яркую но я смотрю что у меня по размерам надо чуть чуть поменьше сделаю такую поменьше медальку чтобы она у меня без стыков было еще сложила вот так несколько раз под низ и теперь раскатаю по новой меньшего размера но думаю будет смотреться лучше и вырубкой просто делаю кружочек можно чем угодно вырезать это у меня будет моя медалька я не делала сильно ярко желтую потому что сверху я буду покрывать ее кандурином поэтому мне собственно кандурин еще добавит цвета поэтому я не переживаю я уже показывала как я работаю с данным штампом вот и вот так вот здесь очень быстро оставляю у меня будет надпись да не 9 вот очень быстро две секунды дело и надпись у меня уже тоже готово осталось только пройтись кандурином который нам я вначале пройдусь до того как разукрашивать внутри в моих буковках начали пройдусь к андурином а потом уже пройдусь черным цветом по моим буковкам здесь у меня вот разведенный кандурин с водкой и капелька там есть желтого красителя я добавила потому что мне казалось немножко такой ненасыщенный цвет получается у кандурина поэтому капелька желтого и кандурин и моя медаль будет сверкать на солнышке как так и положено как настоящая золотая медаль и быстренько прокрашиваю это все и мне нужно оставить на свежем на открытом пространстве вот чтобы подсохла моя медалька и я могла на мокром не советую вам сейчас начинать прописывать буковки потому что могут буковки поплыть а потом когда уже подсохнет отлично вы распишите внутри буковки без проблем можно конечно и не красить можно просто сделать желтую медальку тоже будет ничего если у вас допустим нет кандурин а если честно кто у кого кандурин дорогой в городе лучше купить это да специальный американский золотой краситель который уже как гели выйдет он намного лучше красить чем кандурин так что если вдруг надумаете то лучше купите то что лучше все теперь я в общем одеваю свою ленточку ленточку хочу чтобы она у меня так чуть-чуть отходила от воротничка чтобы она не приклеилась у меня намертво там поэтому тоже подложу салфетку чтобы в холодильнике у меня все как бы остыло отдельно медальку я положу попозже потому что медалька у меня пока месть высыхает а пока месть мне нужно будет заняться воротником и еще мне мама данного ребенка дала задание там такая надпись будет в общем сейчас все покажу в общем для пояса у ребеночка оранжевый пояс я так понимаю я сделала тоже такой шнурочек по которому прошла шовчиком сделала две запчасти это у нас будет завязка и одну маленькую запчасть это для узелочка и теперь просто намеряю раскатывала вначале на глаз по длине а теперь намеряю и отрежу там уже где мне нужно по длине она уже здесь приклеится где у нас завязка будет я чуть-чуть сжимаю потому что так будет красивше смотреться там где она засунуто и на самих уже коротеньких завязочках чуть-чуть там прижимаю где она будет связываться чтобы реалистичнее смотрелось на месте где у меня стык увлажнила чуть-чуть водичка и приклеила к мастике чтобы она у меня было такое воздушное как будто завязалась и точно также поступая со второй но 2 должна быть напротив первой то есть они не вместе должны как-то торчать а чтобы это был похож на узелок она должна быть напротив и сверху просто отцепляю клеммочку которая у нас имитирует узелочек и сзади ее под самый низ как бы опускаю чтобы не торчало нигде ничего и у нас получился узелочек здесь у меня будет медалька здесь надпись я не знаю что это за надпись она как бы идет мне сказали со стороны сердца что это за надпись я не знаю и обозначение и так и не узнала рисовала ее от руки просто вот на кусочки мастики нарисовала и со второго раза поэтому решила рисовать не на самом тортике уже а на кусочки мастики отдельно то вдруг не получится с первого раза все-таки черным рисую вот что это за надпись не знаю мне вот мама его сбросила вот такую вот картинку это у них на лагере я так понимаю была вывеска прямо и оттуда во я уже срисовывала и делала эту картинку теперь можно прицепить и медаль медальки я уже вы видите прорисовала да не 9 внизу чуть-чуть медальку водичкой увлажняю чтобы она у меня пристала хорошенько и цепляю ее на место где у меня моя медалька должна висеть как мне кажется в принципе на самом деле уже так можно было оставить хотела придавить вот тут по медальке чтобы как на настоящие медали были такие как полоски бороздочки но но посмотрела будет некрасиво салфетки вы видите хорошо убирается уже все никуда не падает никуда ничего не движется уже привыкла к своей форме и жарю можно было уже тортик и так оставить вот но мне еще и вес позволял тортика поиграться и мне казалось что нужно сделать еще рукава для нашего кимоно для рукавов я просто раскатала мастику разделила ее на две части и абсолютно визуально делаю себе и по длине и по ширине рукавчики единственное дело просто чтобы они были по длине и по ширине как бы похожи чтобы это не было один такой другой такой и вот у меня два простых рукавчика цеплять буду так же само как я показывала на торте вышиванки вот здесь подровняю пока масть я растягивала она потянулась а чуть-чуть поэтому подровняю там тем не не нравится из остатков я сейчас сделаю еще такую вот полосочку на вниз я раскатал опять такие тоненький тоненькую полосочку на которой я тоже для швов колесиков пройдусь и сделаю несколько надсечек я не знаю тоже как это правильно показать как это сказать где внизу вот посмотрите видите внизу рукава идут тоже со швами вот такие вот штучки ну просто швы как бы такие поэтому здесь тоже буду на вниз рукавов цеплять эти швы теперь прорезаю дело чуть чуть больше ширину чем сам рукавчик чтобы он у меня вокруг как бы завернулась и не торчало просто сбоку увлажняю внизу но совсем чуть-чуть чтобы она не плыло нигде ничего просто чуть-чуть увлажняю водичкой обычная водой никакой не мед не водка ничего обычная вода и цепляю на низ вот эти вот швы мои потрясаю где мне там торчит нужно и для большей объемности чтоб создать какой-то 2d эффект то я заворачиваю вот так вот под низ можно было сделать как бы вообще двойное но это чересчур много мастики если свернуть рукав я имею ввиду и с одной и с другой стороны как бы это чересчур много мастики и зачем это делать как бы мы же хотим все-таки кушать торта не одну мастику мастика это так для украшения для красивой коробочки так сказать вот поэтому заворачиваю я здесь одинарным свой рукавчик если у вас вес тортика позволяет у меня здесь должен был быть вес 3 килограмма у меня там внутри я уже говорила мне красный бархат внутри он у меня с клубничным мармеладом и клубникой и сливочным кремом поэтому здесь у меня вот три килограмма ровно получится вместе с украшениями совсем а если у вас вес позволяет то можно сделать с рукавами прямо из из тортика как бы сделать такие рукавчики и вы покрываете уже вместе с рукавами и потом на рукава приклеивать вот эту полосочку и все не знаю как более понятнее объяснить на просто я же у меня здесь чтобы тортик смотрелся визуально побольше я решила делать его просто вот таким вот ровненьким теперь мне нужно приклеить мои рукава и собственно на это мой тортик уже законченный здесь останется только украсить мою подложку и все и сверху покрыть пленкой чтобы тортик не 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 попала на него никакая не пылючка ничего когда я буду выносить или поставить его в коробку второй рукавчик я так пытаюсь чуть-чуть приподнять сюда наперед чтобы он у меня торчал посильнее вот ну а так собственно уже и все можно добавить там есть у кого-то специальные там отличительные знаки там наклейки на боковые эти ну на рукавчики можно вот эту надпись было распечатать на вафельной бумаге и приклеить просто к тортику то есть все по вашему желанию ну вот у меня такой тортик получился я думаю что очень это просто и я очень просто рассказала а с вами был кекс ставьте пальчики вверх и до новых встреч пока пока